Ерлинеков Роман, член основной сборной России по каноэ, неоднократный победитель чемпионата России по марафону, финалист чемпионата мира и Кубка Европы, занимается греблей еще со школы. Тренировки гребцов разнообразны, включают самую разную подготовку и требуют выносливости, силы ловкости. Поэтому зимой гребцы занимаются в зале и бегают на лыжах. Таким образом, они готовятся к основному для своего вида спорта сезону – летнему. В Рязани, главной кузницей гребцов-профессионалов, долгие годы был лагерь «Олимп» в Спас-Кризанском. Для нас как-то более близко – это «Олимп» в Спаске. Спаска – это то место, где, можно сказать, прошли мои лучшие годы. То есть, там было все, и вода с безокраничными возможностями. То есть, можно накатать очень большой объем, проделать любую работу, никому не мешать. Проводить беговые тренировки, то есть, там, поля, холмы, горы. Несмотря на то, что здесь, в этом лагере, подготовлен не один чемпион, сейчас «Олимп» находится под угрозой закрытия. В этой школе подготовлен участник Олимпийских игр, финалист Олимпийских игр Рио Луканцов Евгений. В этой школе подготовлен, в отделении в этом подготовлен, Кананюк Артем, бронзовый призер чемпионата мира, призер бронзового чемпионата Европы и многопобедитель первенства Европы и мира Гусев Олег. Также и много-много других талантливых детей. Открывшись в 1979 году, лагерь после распада Советского Союза отошел частным профсоюзом, который его и финансирует. Но с недавнего времени это стало невыгодно, и его владелец принял решение о продаже лагеря и дальнейшем закрытии. Этим обеспокоен тренерский состав. Ведь гребля – сезонный вид спорта. Вода для гребцов – это самое главное. Именно в Спаск-Рязанском существует самая протяженная водная дистанция для тренировки. Здесь проходили всесоюзные соревнования, всероссийские соревнования, поэтому нам очень дорог лагерь. И мы надеемся, что наша администрация, которая сейчас борется за это, надеемся, что все-таки решит в положительную сторону. И мы своим выступлением хотим просто помочь им для того, чтобы осуществилась наша мечта. Тренерский состав обращался с этой проблемой к министру физической культуры и спорта Рязанской области, обеспокоенный вопросом закрытия лагеря и родителей юных спортсменов. И поэтому Олимп – это то место, которое нам очень нужно, за которое мы сейчас ведем борьбу. Мы объединились с родителями, и мы стараемся, чтобы этот лагерь все-таки был приобретен для нас. Причем важно, чтобы он был приобретен именно для Олимпийца, чтобы не было потом никаких преград, чтобы не было уже больше никаких проблем, чтобы, конечно, он был приведен в соответствии, чтобы наши дети, и не только наши дети, может, наши внуки могли туда ездить, и славу рязанских грибцов достойно продолжать и нести. Вопрос о покупке лагеря обстоит сейчас как никогда остро. Лагерь «Олимп» не имеет дотации от государства и находится на собственном хозяйственном обеспечении. Решение было принято, чтобы он не действовал, закрытие его, и предлагать снова администрации города, Министерства спорта нашей Рязанской области ее выкупить. Если это не будет, произойдет, мне очень жаль. Журналисты телекомпании «Город» отправили запрос в областное правительство с целью узнать дальнейшую судьбу спортивного лагеря. В ответе говорится о том, что момент покупки лагеря только на стадии проработки, а других комментариев чиновники отказались. Поэтому проблема места тренировок, а также спортивная карьера будущих чемпионов нашего края остаются под вопросом.